Ты что рёшь-то? Ээээ... Ну чё, готов? Мы к оптимисту едем? Ну да, так курочку возьми там. Ну и чё... Чё? Как ты эта дебёлка опять? Чё за маска-то вообще? Магия, чувак, магия. Ты не «Дэвид Блейн» твоя магия сосед. Как есть! Чё за херня, блин! Командер с этими масками, чё ты устроил вообще? Как ты всё время появляешься, вот, в моей квартире? Чё за фокусы дебильные? Я сидел, смотрел любимый фильм. Какого хрена ты ворвался в мою частную собственность? Слушай, ну мы обзор собираемся снимать. Мы будем уже это делать или нет? Какой обзор? Дай кино посмотреть. Ты что, не видишь, я замер? Да твою мать, зачем маски-то все время эти дурацкие? Ну ладно, давай писать чушь тут. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы здесь собрались не просто так, а чтобы активно и болезненно давить вам на ностальгию. Когда дорогие сериалы еще не были так распространены, тем более в нашей стране, все, что выходило за рамки секрета Тропиканки, было нарасхват. Одним из таких сериалов был Чирогей, 95-го года. Главный герой по имени Пол отправляется в лагерь. Ночью он со своим другом хочет напугать девчонок. Для этого он протягивает стальной пруд около линии электропередач. Гений! Чтобы спуститься по нему, Аки призрак, но вместо этого он попадает в другое измерение, в мир, в котором стальным кулаком с помощью науки правят так называемые чародеи. Но людям говорят, что все это магия. Забавно то, что сами чародеи в принципе идиоты. Все их технологии были изобретены сотни лет назад древними чародеями, а нынешние не могут даже починить сломанные гаджеты. Ну и естественно, Пол со своим багажом школьных знаний быстро привлекает внимание чародеев. Одни хотят помочь Полу вернуться домой, другие хотят использовать его невероятные знания по химии и физике за 9 классов, третьи разбегаются в страхе, когда он включает фонарик, ну и так далее. Тем временем в нашей вселенной его лучший друг и знакомые пытаются понять, что же произошло, и постепенно выясняют, что их друг в другом мире и стараются как могут помочь ему вернуться назад. Я понимаю, что мы вызовем, возможно, вас кучу ненависти, но этот сериал далеко не так хорош, как вы помните его из детства. Совсем не очень. Но не все так плохо, но ситуация здесь очень сложная. Понимаете, вся история строится на том, что все идиоты абсолютно упертые деграданты или просто искреннее зло. Все эти персонажи крутятся вокруг Пола, который вроде бы как и нормальный, но нормальный на уровне старшеклассника, так что тоже не очень. Поэтому у нас часто возникают ситуации, когда обычные люди этого мира не способны понять элементарные вещи. Половина чародеев, одержимые властью над крестьянами, злыдни, а другая половина слепые старцы, не желающие видеть истину. Здесь просто огромное количество сцен из-за разряда «Я из другого мира», и они просто нереально бесят, ну вот нереально! 20 раз повторят сцену, где Пол показывает людям плеер, 30 раз они будут кричать от страха «О, как ты попал в эту маленькую коробочку!» смотря на видеокамеру. А стоит ему применить малейшую инженерную мысль, как все начинают обзывать его волшебникам и грозятся сослать в зону. Эти сцены просто глупые, но... Но! Самое интересное, что если задуматься, то все эти сцены и моменты на самом деле обоснованы. В этом мире чародеи полностью запрещают людям любое креативное мышление. У них есть закон, запрещающий изобретать новые вещи. Сотни лет здешние люди жили под гнетом мнимых волшебников, заставляющих их только работать и работать. Чародеи контролируют все и вся, так что логично, что они будут удивлены до соплей, даже малейшему изобретению Пола. Жалко им не попался тогда Эш Уильямс. А ты все об одном. Они бы, наверное, и вовсе с ума сошли. То же самое и с чародеями. Да, они великие и несравненные властители мира, но при этом ни капли не отличаются от крестьян, и такие же полные идиоты. С одним исключением, что у них есть власть. Но на самом деле все логично. Древние чародеи создали все их технологии. Но после некого катаклизма, который раскрывается позже в сюжете, древние вымерли, а молодые чародеи не имели понятия, как все это работает. Поэтому они держатся за власть, как могут. И они готовы на что угодно, лишь бы стать выше не только крестьян, но и выше других чародеев. Что и есть основной мотив главной злодейки Ашки. Но о ней чуть позже. Но даже оправдывая, вроде многие мотивы поведения героев, остается огромное количество тупых сцен и нелогичных решений. Например, когда единственный разумный чародей Корион разузнал о невероятных злых планах Ашки, которая, к слову, намного ниже его рангом. Вместо того, чтобы выдать все остальным регентам, он согласился на дуэль с Ашкой, только потому, что она его вызвала. Это бред, какая дуэль, к чему, откуда? Все могло бы тупо закончиться на этой серии, справедливость бы победила, чародеи поняли свои ошибки и помогли Полу вернуться домой, но нет. Давайте отложим все важные жизненные решения и на потом мы устроим лучше дуэль, которую, естественно, Ашка выигрывает самым очевидным и тупым обманом, на что всем плевать. Да, как я и сказал, здесь просто все идиоты, противостоящие чистому злу. Ашке и ее дегенеративному помощнику Гривону, который, не задумываясь, сделает все, что попросит госпожа. Они реально напоминают команду ракеты из покемонов, не хватает только мяута. Когда все идет хорошо, они внезапно появляются и все портят. Ашка не так глупа, как остальные персонажи. Она обладает базовыми навыками манипулирования, которых ей хватает, чтобы обвести вокруг пальца недалеких регентов-чародеев. Но все равно она несравнима с невероятной хитростью Пола. Помогите мне! Помогите! Выпустите меня! Как ты туда попал? Помогите! Ашка движима лишь одной целью, выгода для себя любимой, и ради этого она готова на все. У нее нет ни сострадания, никакого-либо дела для других людей, только власть, власть, власть! В защиту ей можно сказать, что ее роль исполняет довольно неплохая актриса Хэзер Митчелл, которая, кажется, единственная после этого сериала смогла построить нормальную карьеру и снимается до сих пор. У нее даже была кое-какая второстепенная роль в недавнем великом Гетсбе. В общем, имея все эти минусы, мне хочется сказать, что авторы придумали потрясающий мир. Он действительно очень интересный и необычный. Но, к сожалению, они также придумали и в крайне слабую историю в стиле «О, боже мой, я попал в другой мир, здесь все не так!» Такие сюжеты очень быстро устаревают, и смотреть на него сегодня просто больно. Плюс много нелогичных поступков и простого отсутствия мотива для действия героев. А что ты скажешь? А я вот с тобой смею не согласиться. Все же этот сериал нужно смотреть именно в том возрасте, в котором мы его с тобой смотрели впервые. Несмотря на все вышесказанное, это отличная сказка с упором на современность, посмотрев которую, любой ребенок будет мечтать о приключениях и победах над любым злом. Есть тут и добрая мораль, и простые герои. Возможно, для нас с тобой это наивно, но все же. Это семейный сериал, рассчитанный в первую очередь на тех, кто помладше. И я рад тому, что благодаря этому шоу освежил свои воспоминания насчет этого культа. Да-да, именно культа у сериала своего детства. Кстати, а почему ты не говоришь про второй сезон? Ах да, стоит добавить, что у сериала даже есть второй сезон, называемый «Чародей. Страна великого дракона». Но кроме героини Ашки, он абсолютно никак не связан с первым сезоном. Да и все равно оказался даже хуже оригинала. Герои путешествуют по разным мирам, сюжеты и прочие условности стали немного взрослее. От этого он очень странно воспринимается основной аудиторией сезона первого. Сами подумайте, в одном из миров, куда попали главные герои, люди изобрели эликсир вечной жизни. Но все вдруг стали бесплодными. Герои, парни и девушку, берут в плен, чтобы они стали родителями для бессмертных людей этого мира. Как-то странно и слегка жутковато, вам не кажется? Впрочем, второй сезон можно посмотреть, чтобы удовлетворить интерес. Но многого не ждите. А это был Командор, а также Оптимистер. Подписывайтесь на его канал, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю. До связи. Субтитры создавал DimaTorzok